всем привет меня зовут светлана я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня дорогие мои друзья мы с вами будем гадать на кофейной гуще какие проблемы мне нужно решить в первую очередь у нас будет три варианта ответов три чашечки 1 2 3 чашка и вы можете конечно загадать или на одну чашку или может быть на все три например в какую какую чашку в первую очередь нужно какие-то проблемы решить вторую очередь третью очередь или каким-то образом самостоятельно придумайте на каждую чашку какие проблемы по мере их возникновения нужно будет самостоятельно решать как вы знаете это космические законы это законы вселенной пока вы не решите какую-то проблему то на новый уровень навряд ли вы сможете перейти это все равно как в классе да пока вы не отучитесь первый класс вы не перейдете во второй пока не отучитесь 2 вы не перейдете в 3 и так далее до 10 11 класса не невозможно с первого класса перескочить в одиннадцатый потому что очень много будет провалов невозможно решить именно те вопросы достичь ту задачу к определенную если вы не прошли определенные ступенечки точно так и в жизни порой думаем но почему это у нас ситуация не складывается почему не получается это или решить такую или иную проблему а все потому что у вас еще какие-то долги кармические отработки то что вы должны что-то сделать в этой жизни и тогда ваша ситуация разрешится и поэтому еще раз повторяю первый второй третий вариант наверняка вы уже загадали или на одну из чашек а может быть все таки вы загадаете на все три чашки первая вторая третья как вы сами захотите поставьте это в ряд какие проблемы нужно решать по мере необходимости итак начинаем первую чашечку рассматривать смотрите интересно какая чашка здесь практически ничего нет здесь вот просто вся гуща она либо была съедена либо испарилась чудесным образом потому что знаете это больше даже чашка похоже на человека либо человек юный совершенно у которого еще нет прошлого и в общем-то впереди все в принципе такая чашка довольно таки неплохая да чистая свободная либо же это человек юный душой юный тело может быть очень хорошо молода выглядит и излучает добро и позитив вот знаете когда молодые люди они еще не как старые там бабси или деды как которые бурчат ворчат постоянно нет это не ворчун это такой легкий человек спокойный человек который в общем-то излучает добро свет и люди к этому человеку который загадал на эту чашку на также позитивно настроены вот я не вижу ничего плохого относительно этого человека какие решать проблемы нужно первоначально здесь даже посмотрите это неординарный человек потому что пил вы видите не вот таким образом а вот как-то так даже перевернул чашку да значит неординарный человек может быть это какая-то интересная профессия ну может это знаете ураническая профессия уран это отвечает за такие необычные профессии может это летчик да какой-то но что-то необычное авангард какой-то и здесь знаете посмотрите может быть вы увидите да стараюсь повернуть чтобы вы увидели вот видите большая голова как большие длинные руки и как вот платье да ну это ноги увеличить ну такие удлиненные то знаете как скоморохи ходят когда на длинных таких ходулях вот похоже вот как ходули это может быть артист или по жизни артист к человек который сейчас загадал да или же артист правда может профессия какая-то артистическая потому что человек возвышается над всеми он хочет быть выше хочет что-то сказать что-то продемонстрировать может быть это какой-то оратор потому что все наши политики ораторы они в определенной степени тоже артисты но человек искусственно хочет подняться самовыразиться и что-то донести но это вот и бывают и политики когда что-то хотят сказать может вы баллотируетесь народные депутаты может быть вы что-то в семье хотите доказать да идет перестройка какая-то и вы вот семье доказываете что-то может быть на на работе или действительно у вас такое какое-то положение где вы хотите возвыситься чтобы что-то донести чтобы свою мысль озвучить что вы хотите вот такая вот ситуация ну и подсказка конечно же вам если вы действительно хотите донести свои мысли во первых не надо ставить себя выше других разговаривайте с человеком на уровне на ровне не надо посмотрите следите за своей речью за манерой за своей может быть вы как-то своего оппонента приземляете может быть вы его как-то немножечко но я не скажу оскорбляете здесь я оскорбление это не вижу у вас добрые мысли побуждения но вы хотите показать что вы выше вы умнее вы лучше разбираетесь ваш оппонент это это неприятно и не приемлет такие кое отношения так что подсказка вам если вы хотите чтобы ваш оппонент вас услышал действительно не просто поговорить да в пустоту в какую-то потому что даже вот смотрите вот человек да вы выше вы говорите в пустоту если хотите опуститесь небес и говорите оппоненту лицо в лицо спокойно как бы вы хотели чтобы вам тоже доносили какую-то информацию точно так и вы доносите не возвышайтесь это однозначный совет смотрите вас будут слышать люди но вы понимаете вот вы по сути своей такой организатор или вот руководитель который и может поднять толпу за собой я сразу вспоминаю там дедушка наш ленин да уж русская либо революция что-то такое похоже но не сейчас либо вы должны подрасти по годам потому что вот это вот может быть вы действительно еще молоды да может быть духовный еще рост вам требуется чтобы за вами люди пошли на данном этапе вам нужно просто посмотреть что не так вы делаете может действительно вот именно компоненту ближе стать долговее разъяснить или надо подождать время какое-то вы вырасти должны еще раз повторю ли на возраст должен вырасти или духовно или опыта набраться чтобы вот именно донести то что вы хотите но по сути своей очень интересная чашка вы очень интересная личность очень интересный человек и наверняка придет время не сейчас но может быть лет семь может быть лет десять пройдет и поверьте очень многих людей вы сможете повести за собой вы знаете толпу можете повести вот как действительно вот почему-то ленин мне почему-то идет вот как вождь русской революции я не говорю что вы поднимите людей на революцию хотя вы знаете не исключен вариант нашей стране все возможно может быть надо подождать вот с вашей хваткой с вашей способностью вести людей за собой это вполне вероятно подождите немножко ваше время еще просто не пришло а когда придет вы может быть будете очень известной личностью если вам никто не перейдет дорогу если вы будете также развиваться сейчас не ваше время просто не ваше время немножко надо подождать так давайте посмотрим вторую чашку что у нас здесь так интересная чашка сердечко так давайте вам покажу там вот она на сердце такой вот интересный как демон да в пещере сидит демон я сразу же вспоминаю рассказ демон вот сидит пищи в пещере такой интересная фигура значит смотрите по этой чашке человек который загадал эту чашку смотрите очень много негатива уже ушло из вашей жизни вылилось на дно блюдца очень много знаете вот говорится как будто бы в 11 в поле не войну вы как будто бы один одинокий человек как будто бы вокруг вас очень много людей вот много множество а вы все равно остаетесь один много людей завязано может вы занимаетесь какую-то знаете деятельность там риелторская или может быть не знаю в организации где-то работаете торговым представителем и кем но у вас много людей вот вокруг вас множество людей и даже в вашем доме люди но самое интересное эти люди которые рядом с вами они не дают вам вот такой вот знаете основы какой-то чтобы вы почувствовали себя крепко стоящим на ногах вообще чтобы вы тащите вот может быть да это вот как ваша мама там папа родители и может дети которых вы тащите прете на себе а вот второй половинки нет нет второй половинки вы не думаете о себе как будто бы уже плюнули на себя не хотите уже собой заниматься очень-очень нехорошие мысли в этом плане вы такой трудяга работаете в пути лица и вот тут знаете вот этот демон он сидит как будто дома у вас но это знаете вот бывают престарелые родители которые очень с тяжелым характером очень у меня есть клиентки которые рассказывают страшные вещи про своих родителей которые родители бывало в детстве ни за что просто избивали их выкидывали на улицу мерзнуть вот в маечках в трусиках ребеночка и ребенок стоял на холоде на морозе босиком вот просто так ни с того ни с сего и бабушка родная бабушка забирала в дом ребенка а та женщина матерью которая называлась прибегала орала на бабушку на мать на свою вытаскивала ребенка за волосы за космы избивала еще сильней затаскивала домой ну это просто жутко когда уже женщина в таком преклонном возрасте вспоминает эти все ужасы и продолжает любить свою мать хотя рассказывает вообще ужасные истории что мать ей делала и кидалась избивала вот знаете почему то сейчас такая информация пошла печальная вот такое впечатление что как родитель какой то вот такой демон знаете демон вот вы не можете от него избавиться и вы должны его гормить поить обувать одевать потому что это ваша мама или папа вот какой то родитель сидит у вас на шее но он как демон вас сосет и гнетет и из-за этого человека вы не сможете построить пока жив этот родитель вы не сможете построить свою жизнь а тут такой же демоненок ваш или сын или дочь или ну кто то знаете вот как между двумя демонами вам вообще убегать надо из этой ситуации вот совет для этой кружки кто ее чашку выбрал бросайте нафиг из своих детей и родителей конечно это господи нельзя так говорить ну вот в данном случае просто бегите стройте свою жизнь и устраивайтесь иначе они просто поглотят вас понимаете вот поглотят вам не дадут и нельзя жить постоянно ради кого-то надо жить и немножечко для себя понимаете вы себя немножко поставьте на какой то уровень потому что множество людей вокруг вас вы делаете добро вы всем даете а вот рядом с вами нет никого в один в один пустой пустой душевно пустой пустая постель холодная постель идет вы услышали меня что я хотела сказать но тут много можно говорить много чашка печальная скажем так так давайте посмотрим третью чашку что у нас здесь здесь такая интересная чашка да что у нас здесь ух тыж тут две уточки а вы знаете как две уточки у меня сразу селезнь да две мандаринки или вот два два слушайте тут романтические отношения у вас наклевываются ух тыж из ниоткуда из никуда вы знаете как будто бы вы ищите ваши отношения а они где то рядом они сбоку знаете такое ощущение что вот вы ищите может сидите на сайте знакомств в интернете или где вы там ищите думаете ну почему где же мой любимый а ваш то любимый или любимая да совсем рядом может в соседней квартире может быть на соседней улице где то совсем рядом скоро появится в вашей жизни абсолютно скоро скоро не печатьтесь не разочаровывайтесь вот две утки мандаринки сидят а и прям клювами прям соединились сплелись с любовью будет такая любовь просто невероятная просто невероятная столько вы прошли столько испытали столько переплакали столько переболели столько хотели быть вместе и желали и стремились к этому вот как только руки опустятся вы знаете как вы выдохните и скажите Да всё, горе, оно всё синим пламенем, ничего не получается. Надоело мне искать после, как тот же ваша вторая половинка, откуда ни возьмись, появится. Это будет просто что-то, знаете, такой вулкан, это взрыв. Это будет такое что-то феерическое. Необыкновенный, необыкновенный роман, шикарный на долгие-долгие годы. Чудесная, чудесная карта. Здесь, знаете, может быть и горы, может быть и реки, и захлестнёт, знаете, как лампа Аладдина. Посмотрите, ручка, да, вот лампа и вот такой вот носик оттуда, как джинн вылетает. Это что-то будет сказочное, это такое феерическое будет. Необыкновенная, шикарная кружка, больше ничего о ней не буду говорить, потому что, дабы не сглазить, хотя я не сглазливая, но все, кто сейчас загадал на эту чашку, меня услышал, всё понял и дорисовал свою картинку. Я надеюсь, вам это гадание понравилось. Пишите в комментариях обязательно. Какие бы гадания вы ещё хотели увидеть на моём канале, я с удовольствием для вас их сделаю. Я люблю вас всех, дорогие мои друзья. И ещё хотела бы сказать, кто хочет обратиться ко мне за личной консультацией, пишите в Вайбер, Ватсап, Телеграм в описании к этому видео. А также, кто хочет приобрести такие чудесные браслетики, амулетики, посмотрите, пожалуйста, видео. И также пишите мне на Вайбер, Ватсап и Телеграм. Я вас всех очень сильно люблю, дорогие мои друзья. Обнимаю крепко. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия. Огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока.